Здравствуйте, новости 24 в эфире. Крупная авария произошла сегодня днём на Чернавском мосту. Столкнулись три автомобиля, есть пострадавший. Причём к месту ДТП пришлось вызывать не только медиков, но и спасателей. С места происшествия Сергей Агапов. Для того, чтобы избежать возгорания машин спасатели изъяли из искорёженных двигателей аккумуляторы. Больше всего в аварии пострадали «Жигули» первой модели. Их водитель получил тяжёлые травмы. 40-летнего мужчину госпитализировали в БСМП. Массивная сочетанная травма. Череп мозговая, перелом нижней челюсти, перелом нижней третьей правой голени, перелом рёбер слева. Всего участниками ДТП стали три автомобиля. По словам очевидцев, сначала столкнулись ВАЗ 99-й модели и «Газель». Обе машины двигались в сторону правого берега. Копейка в это время ехала в противоположном направлении. Начали перестраиваться. В левом «Газель» неслась. Ну и чё? Ну да, быстро ехала. Ударила нас, сама как-то туда попала. Ударила копейку и всё. Мы вот тут оказались. Они вот все там. Окончательную причину ДТП инспекторам ещё предстоит установить. Из-за столкновения на мосту почти на час образовалась пробка. Сергей Агапов, Евгений Адамов. Новости 24. На одной из строек Воронежа с высоты четвёртого этажа сорвался лифт с людьми. В больнице оказались два молодых человека, студенты архитектурно-строительного университета. Подробности у Даниила Индавицкого. ЧП произошло на территории строительной фирмы на улице Дружинников. Ребят попросили поднять наверх ведра с цементом. Чтобы облегчить себе задачи, студенты решили воспользоваться лифтом для перевозки грузов. Студенты получили сильные травмы. У одного сломан позвоночник, у второго нога. Выявлен у молодого человека открытый оскольчатый перелом голени и разрыв связок и геморатроса другого коленного сустава. На данном этапе молодой человек находится в травматологическом отделении. Состояние его удовлетворительное. В конце недели планируется оперативное лечение. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют следователи. Прежде всего предстоит узнать, кто нарушил технику безопасности. Сотрудники строительной фирмы или сами студенты. Также не вполне ясно, что учащиеся делали на объекте. Получить комментарии от организации не удалось. Там такая ситуация, то, что сначала говорили практику, они там проходили, а потом их просто попросили там поработать. Кто приходит, прораб к декану, говорит, мне нужны студенты, которые поработали бы за определенную сумму денег, там все. Ну, их занятия, естественно, снимают и предложили на недельку поработать. По итогам проверки будет ясно, возбуждать уголовное дело или нет. Данил Яндовицкий, Валерий Бобкин, Новости 24. Специалисты разбираются в причинах пожара на Воронежском тепловозоремонтном заводе. Накануне вечером там горел один из цехов. Огонь охватил 100 квадратных метров кровли. Жертв и пострадавших нет, рабочих эвакуировали. Тушили пожар около 140 человек и 33 единицы техники. Новость о происшествии на заводе имени Дзержинского еще вчера появилась на лентах воронежских информагентств. Сегодня некоторые подробности случившегося можно было узнать из сводки Воронежского управления МЧС. Однако от официальных комментариев там воздержались. Кстати, новость о возгорании на одном из крупнейших предприятий города сегодня обсуждают многие воронежцы. Ведь дым от пожара был виден из разных районов областного центра. Жители одной из многоэтажек отказались участвовать в переписи населения. На крайний шаг, говорят люди, их толкнуло отсутствие горячей воды. Эту услугу они не получают уже почти 10 лет. С теми, кто не верит девизу «России важен каждый», встретился Олег Сидякин. Ну вот, вот она. Вот, уже там положил, мне должна быть горячая вода. Крам сухой. Без горячей воды жизнь для семьи Коверник превратилась в школу выживания. Не постирать, не помыться как следует. О своих бедах куда только не писали. Вот на протяжении всего времени только отписки. Решим вопрос в 2002-м, решим вопрос в 2003-м. Вот это вот последнее у меня письмо в 2011-м. Время шло, и людям пришлось обзавестись электронагревателями. Как результат, не выдержала проводка. Перегорел дымовой кабель. И для того, чтобы обеспечить весь дом электроэнергией, значит, горы электросеть, аварийная, приехали, значит, переключили весь дом на лифтовой кабель. Значит, отключили лифты полностью. Оказавшись в таком двойном капкане, жильцы 118-го дома по улице Ломоносова решили не участвовать в переписи населения 2010. Нам нечего терять, как говорит пролетариат. Мы отдубасили на военной службе, на военном флоте, значит, на все это самое. А здесь нашу родину бросило. Как тут, какие переписи могут быть? Толку от подобных актов протеста мало, говорят чиновники. Коммунальную проблему это не решит, а статистическую картину исказить может, что негативно скажется и на качестве жизни. Самое удивительное, что многие проводят аналогии с переписными компаниями и избирателями. Это совершенно разные вещи, и технологические, и юридические, и как угодно. И уж здесь точно нет попытки кого-то держать неведение, недоговаривать что-то, или уж тем более вводить заблуждение с точки зрения всевозможных обещаний. Между тем выяснилось, горячую воду в многострадальный дом подать просто невозможно. Нет трубопровода, хотя до котельной пара сотен метров. Трассы нет еще. Здесь администрация начала делать. Проложить трассу сюда и в котельную, а здесь поставить теплообметник в котельную. Ну, что-то с весны они вроде зашевелились, а сейчас опять молчу. Поэтому жильцы переписи бойкотируют сейчас, готовят документы в прокуратуру и исковое заявление в суд. Алексей Дякин, Евгений Адамов, Новости 24. Родители не могут понять, вносить или нет очередную месячную плату за обучение своих детей в школах искусств и других учреждениях дополнительного образования. Сомнение породила информация из прокуратуры о незаконности этой платы. Рассказывает Светлана Масалова. Причиной неразберихи, как это ни парадоксально, стала проверка прокуратуры города местных правовых актов на соответствие федеральному закону. Оказалось, что плата, которую до сих пор ежемесячно вносили родители учеников музыкальных и художественных школ, с точки зрения российского законодательства, незаконна. В соответствии с действующим законодательством, образовательные учреждения дополнительного образования, для них данная программа является основной образовательной деятельностью. И родительская плата за обучение детей в данном случае взиматься не должна. Прокуратура вынесла протест, который на своем последнем заседании удовлетворили депутаты Гордумы. Мы здесь в жестких рамках, и мы должны исполнять законы как федеральные, так и региональные. То есть у нас не было вариантов, кроме как поддержать протест прокуратуры. В масштабах города речь идет о десятках миллионов рублей, которые идут на ремонт музыкальных школ, покупку оборудования и костюмов для детей, поездки на фестивали и конкурсы. Родительская плата составляет от 200 до 400 рублей, в зависимости на каком отделении наши детки обучаются. Доля родителей, законных представителей составляет порядка 14% от общей суммы затрат на содержание детей в этом учреждении. Кстати, для малоимущих существуют серьезные льготы. Около полутора тысяч семей не платят за занятия вообще. Порядка тысячи вносят лишь половину суммы. Остальные, говорят, в советское время плата за те же музыкальные школы в соотношении к тогдашней зарплате была даже больше, чем сейчас. Нам это не в напрях, несмотря на наши заработные платы не совсем, которые соответствуют даже среднему уровню. Впрочем, наверняка найдутся и те, кто с этим мнением не согласен. Но если родительскую плату на самом деле отменить, то скоро все муниципальные учреждения дополнительного образования придется закрыть или перевести в частные. А себестоимость обучения ребенка, например, по классу фортепиано, около двух с половиной тысяч рублей в месяц. Впрочем, это воронежцам пока не грозит. Мэрия в ближайшее время должна разработать новый документ о взымании родительской платы, который не будет противоречить федеральному закону. Светлана Масалова, Евгений Немцев, Евгений Адамов, Александр Федоров. Новости 24.